Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Яхтенный капитан Андрей Шаленков еще несколько лет назад был далек от парусного спорта. В 2008-м победе в викторине Ocean TV впервые оказался на регате. И сегодня уже он, стоя за штурвалом, объясняет новоиспеченным матросам, что такое топинант, бедевинты и правый галс, и как яхтсмены отдыхают после длинного перехода. Я люблю тебя! Я люблю тебя снова и снова! Что, нелегко? Еще, еще, сколько? Куда еще, еще? Вон там уже там... Третий человек, по-моему, под водой уже скоро будет. Ощущение можно передать... Вау! Это больше... Ощущение от моря, от команды, от всего настроения. Ну, офигенно! Просто здорово! Сейчас очень большой прилив информации. Мы сегодня переспим с этим. И завтра еще больше поймем. А вот и главный стимул к победе – кубок Оушен Медикап. В ящике из ценных пород дерева проштампованный печатью регаты. И к нему впервые золотые медали. Кто же из десяти команд добудет их в водах Эгейского моря? Меня разрывает всякого рода чувство, потому что, с одной стороны, это все весит 30 килограммов, и за это платить за перевес. Хозяин сказал, кубок не отдавать. Мы будем бороться. Но я желаю всем, чтобы их фамилии оказались на этом кубке. Все. Итак, дорогие друзья, кубок в игре! Утро первого старта начинается, как и каждое другое, с водных процедур. Виртуозное владение шваброй и тряпкой оказалось результатом длительных тренировок. Мы дома тренировались, конечно, нас предупредили, что мытье – это основное. Поэтому мы мыли офис, квартиры, по друзьям ходили. Ходили с Владимиром, я набирал, а он драйл. Две недели до поездки мы отпустили нашу уборщицу из офиса, и ребята начали уже практиковаться с посудой, с полами. Так что опыт есть. И вот погоня за кубком началась. Правда, не очень быстро. Погоду во второй половине осени в Эгейском море обычно определяют циклоны, чьи традиционные спутники – ветер и волны. И поэтому Павел из команды световой технологии, как моряк бывалый, удивлен сегодняшним штилем. А вот для остальных участников команды гонка из Селемея в Бузбурун – что называется «проба пера». После прошлогодней победы на Ocean MediCup экипаж световых технологий обновился практически полностью. У нас на часах сегодня что? 30 октября. Температура воды 22 градуса. Ветер – три узла. Солнце – просто супер. Как летний Новый год. Ветер сегодня был слабенький. Мы почти час простояли при ветре 0,02. То есть вообще меньше полузла. Попали в такую ветровую яму. Ну, если бы повезло, там нужно было проскочить всего 5 кабельтовых и выйти на ветер. Парусный спорт – тема и замечательность, что он не терпит эмоциональных решений. При этом любой маневр выполняется, что называется, мгновенно, на одном дыхании и полной единодушией с командой. Так что у нас команда слаженная. Смотрите, откренивают, как красивая лодка. Выдержку и терпение продемонстрировали в этот день и судьи. Первую лодку у финиша они прождали 3,5 часа. Это оказалась команда «Чиллаут Мьюзик». Еще одни новички, среди которых, к тому же, самые юные участники регаты. Сначала мы попадали в небольшой шкипер, ну и потом наш шкипер все наладил. В штиревых гонках идти по ощущениям и лучше в стороне от флота. Так объясняет свою тактику Виктор Захаров. Шкипер команды «Чиллаут Мьюзик» и один из участников «Школы капитанов» в передаче на телеканале «Ошен Ти Ви». За годы участия в регатах, любительских и спортивных, он понял сам и теперь объясняет команде. Яхтсмен должен уметь не только побеждать, но и легко относиться к проигрышу, потому что когда-то снова будет победа. Когда мы уже на лодке, которая очень быстро ездила, на которой выигрывали Россию, сутки практически шли, не видя флота, в горизонт первый. Потом там воткнулись у одного мыса ветровой пузырь. И, знаешь, такое ощущение, ты не видишь флота целые сутки. И потом он начинает приезжать из горизонта. То есть ты лодок вообще не видишь. Он оттуда приезжает, едет по тебе. И ты уже становишься не первый, а второй, третий, четвертый, пятый. То есть ты стоишь где-то на этом часов пять. И смотришь, как к тебе приезжают. И едут мимо тебя. Вторая гонка «Оушен Медикап» из Базбуруна в Хаидбуку как подтверждение слов опытного шкипера. Снова штили, даже на сокращенной судьями дистанции, шести яхтам не удается финишировать. В том числе и вчерашним победителям. Что поделать, не угадали с ветром. А вот команды «Оушен Тима» и «Здоровье Нации» выбрали путь, который привел их к первому и второму месту. Я шел просто более коротким курсом все время. И на тот момент, как я прошел полную дистанцию, у меня ветер появился раньше, чем у другого флота. И это позволило мне создать отрыв. На самом деле команда обещала подарить мне на день рождения призовое место. И они это сделали. Мы украсили лодку шариками. И когда не хватало ветра, мы их лопали и делали рывки. Что самое главное, это реально действовало. Как только у нас лопался шарик, лодка прибавляла. Мы всего лишь три дня. Море. А сегодня же мы жены вспоминали, какой сегодня день недели, какое число. Вот еще чуть-чуть, да, и из головы в это весенатик все. Еще такие пару вечеров. Получать подарки приятно и не в день рождения. Для команды ЭТМ. У нее здесь сразу два экипажа. Таким подарком стало, собственно, участие в регате. Прошлогодние победители световые технологии решили приобщить к парусному спорту своих друзей-партнеров. Погружением в мир морских приключений руководит Андрей Шарков, президент русского крейсерского клуба. Для него яхта не просто следствие передвижения по воде, а инструмент открытия. О героическом прошлом российского флота знает все и готов в любом зажечь искру интереса. Русский в хлам за ночь. Распригачили флот, трофеев военных, один фрегат и две галеры. Всю страну просто сгорела. Эффективность, потеря с турецкой стороны, официальные данные, кстати, турки признаны, да, 10 тысяч человек. Потеря русских, 11 тысяч человек. Такие истории Андрей Шарков может рассказывать часами, особенно если в море нет ветра. С его отсутствия началась и третья гонка, и с Фаид Буку в Книдос. Команда ЭТМ-1 ее не выиграла, зато отведала фирменные яичницы в исполнении своего капитана. Яичница от капитана для нас была сегодня очень приятным откровением. Его таланта не только шкиперского, но еще и искусства кока. Хлебопека, замечу. Вот он смутился и уже куда-то побежал на бак. Почти все уже у нас готовы по морским терминам определять свое место на яхте. Бак, полубак, клюз, полуклюз. Что у нас еще? Шкот, тузик. Да, концы, кранцы. Все эти вещи, которые для многих из нас были незнакомы. И здесь мы в них полностью окунулись и ощущаем себя уже почти что знатоками морского дела. Дух морских приключений – дух истории. Все это объединилось в Книдосе. Античный город, построенный на террасах, которые, как гигантский театр, поднимаются от берега к Акрополю. У яхтсменов было время оценить его совершенство. Стар четвертой и более короткой гонки назначили на час дня. Путешествие во времена Древней Греции навело Старкома команды пираты на море Дмитрия на определенные размышления. Как тебе быть рабом? Ну, ты знаешь, раньше рабом было похуже быть, надо было грести. Сейчас можно сидеть и просто одержать. Как и века назад, пираты на море – люди свободолюбивые и самые молодые на регате. Средний возраст команды – 23 года. Но капитана слушают беспрекословно. Антон Подколзин – не старший своего экипажа, но уже очень опытный шкипер и сумел завоевать авторитет. За штурвалом он принимает решения. А вот название команды выбирали коллективно. Проходила летом резиновая регата, на которой как раз Алексей принимал участие. У них команда называлась «Пираты ошиблись морем». Но так как мы не ошиблись, мы ныряли на море. Теперь мы пираты на море. Мы хотели идти под флагом Сомали, но не нашли его в продаже, поэтому не получилось. Ставка на море. Тот, кто ее сделал, и оказался в фаворитах четвертой гонки из Книдоса в Паламут-Буку. Погода позволила шкиперам регаты проявить свое мастерство. Под берегом, в общем-то, было, так по яхтиному говоря, кисло, в море дуло, поэтому все, хотя и шли дружным строем, но применили немножко, но разную тактику. Кто-то ушел чуть мористей, ловя ветер, кто-то подошел под мыс, ловя шквалы или скат с гор. Ну, то есть, так было видно, что ребята как-то стараются, в общем-то, выиграть этот этап. Ну, а так было очень динамично, и на финише разница во времени была вплоть до двух секунд. Реверанс от французских членов экипажа Гант своему шкиперу Андрею Подколзину. Вторую гонку подряд их яхта, второй пересекает финишную черту. У французов свой рецепт успеха капитан должен быть всегда вкусно накормлен. Ваша судовая роль какая-то? Мы немножко повсюду, мы в первую очередь поварами. Сегодня мы крутили очень много, очень. И то, и все, и перекладывались на один галст, на другой галст. Руки болят до сих пор, ноги, и такое впечатление, что ты на яхте пробежал несколько километров. И ты вечером абсолютно так хорошо наелся физических упражнений. И вот случилось то, чего с таким нетерпением ждали все участники регаты. Во время пятой гонки из поломат-буку в дерзек кто-то наверху включил ветер. Словно специально ждал, когда команды сработаются, а новички наберутся опыта. Правда, на первых километрах дистанции ничто не предвещало будущих 30 узлов. Гонка вообще оказалась непредсказуемой. Лидеры менялись, а девушки раздевались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднятый боевой дух и правильная тактика капитана. И вот здоровье нации лидер гонки. Но тут звучит предупреждение судейской лодки. Впереди, за мысом, ветер до 30 узлов. Кто не уверен, может включить двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Готов. Почему? Как вы отнеслись к решению Андрея Шкитера сняться с гонки? К решению капитана, в принципе, никаким другим способом нельзя относиться. Он всегда прав. Я думаю, что у Андрея более чем достаточно опыта, чтобы сделать такое решение. У нас было ровно 20 секунд до принятия решения, мы выскочили этот мыс, а у остальных было там еще целые мили, чтобы как-то к этому подготовиться. И, собственно, в это вот с нами сыграло наше первое место злую шутку, что мы просто не успели подготовиться к ситуации. Не всегда первым быть хорошо, как оказывается. И это тоже урок. В общем, то, что там эту лодку положил в брочник, это нам помогло. То есть мы взяли риф на грудь, протравили паруса, и вот на этом порыве, на зарифленых парусах, мы обошли год-четыре, наверное. Когда хороший ветер, все зависит как раз уже не столько от матчасти, или не столько от везения, а вот как команда сработала. Ну, то, что мужики сегодня там реально боролись, точно. Постоянно присутствовала уверенность в том, что полная безопасность, и что мы идем к успеху. Пришел сильный порыв ветра и сильное усиление. Все зарифились, мы рифы не взяли. Я думал, что пройдем. Ну, и мои гипотезы оправдались, то есть какие-то ожидания. То есть да, мы через весь флот прошли. Если бы, ну, если не брать рифы, одна ошибка, и все заканчивается не очень хорошо. Только команда отработала сегодня. Ветер подул сильный. Папа подошел, сказал, одевайте жилет, и сейчас будет немного сильнее. У нас почти, вот, иллюминаторы были в воде почти. Вот, вся посуда покатилась, нам приходилось ее ловить. Вот, бутылки, компьютеры, все это свалилось на пол. Но мы все-таки решили подняться наверх. И увидели, что мы почти в воду идем. Мне чувствуется, что вот чуть-чуть, чуть-чуть, мне кажется, перевернемся. Но, в общем, мы как-то не переворачивались, иногда сбрасывали. Субтитры создавал DimaTorzok Выиграв пятую гонку, команда Chillout Music практически гарантировала себе итоговое золото. Поспорить за лидерство могла только Ocean Team. И это закономерно. За штурвалом обеих яхт выпускники школы Lord Waters. А вот на бронзу претендовали многие. Кто же окажется на подиуме? Гонка по треугольнику расставила все точки над «и». Третье место – световые технологии. В этой гонке они едва не записали победу на свой счет. Серебро – Ocean Team. Кубок Ocean MediCup увозят в своем багаже Chillout Music. Масса эмоций, впечатлений – все участники регаты. Сегодня вообще была гонка старта. То есть, кто хорошо стартовал, тот и продержался, в принципе, в лидирующих позициях всю гонку. Тактика у всех была одинакова, потому что дистанция достаточно короткая. Сегодня имело большое значение взаимодействие в экипаже, потому что мы сегодня не совершили вообще ни одной ошибки. За всю гонку были иногда ошибки, но вот как раз мы за неделю как экипаж сработались, и сегодня было просто идеально. И кто-то шел на первое место, мы на последнем повороте у них отыграли вообще все, там метров, наверное, да, 100-150. Нам не хватило метров 20, наверное, 20 метров, потому что мы их обходили, мы закрыли им ветер. И чуть-чуть не хватило, чтобы повернуть чуть-чуть раньше, потому что судейское судно попросили не повреждать. Финиш был очень интересный, мы втроем так и пришли, а за нами шел основной флот на некоторой дистанции. Они очень красиво финишировали, я до сих пор не знаю, кто из них когда пришел, потому что просто все шли в метре друг от друга, это было очень красиво. Давай, давай! Вы не выиграли, но вы старались это сделать, и думаю, в следующем году или через год обязательно выиграем. Разгорячены, что только море нас может охватить. Для третьего места мы абсолютно не согласны. Мы согласны с нашим авокатом Денис, который будет рассказать вам, как это происходит. Давай, давай! Честно говоря, добавить-то к этому особенно нечего уже, люди-то все сказали. В общем, нам все понравилось, отличные маршруты, отличная гонка. Купон от магазина. И! Большое! abeц! Божия! 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 Боже! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!